денис приветствую тебя привет всем очередной эфир соответственно продолжаем обсуждать рынки с точки зрения техники фундамента смотрим на актуальные возможности которые конечно же появляются каждый день но сейчас рынке крайне непредсказуемы честно говоря сегодня нужно нужно будет признать что индекс доллара я на него возлагал очень большие надежды рассчитывал на то что вот тот откат который начался еще с конца прошлой недели он все-таки будет продолжен ну да может быть я не рассчитывал на то что он восстановление будет динамичным все-таки для того чтобы индекс доллара активно рос должно быть хорошее стоящее фундаментальное топливо этим топливом могут быть только данные по инфляции декабрьские заседания американского регулятора но я не ожидал что после протоколов которые по сути являются уже повторением того что было сказано паулом в ходе его последнего заседания американского регулятора не ожидал что протоколы смогут стать причиной вот такой вот негативной реакции по американскому доллару я предлагаю сегодня денис поговорить об индексе соответственно затронуть евро можно еще обсудить рынок нефти актуальный актив потому что сейчас одно из самых последних и наверно важных новостей для рынка черного золота помимо конечно же ситуация в китае с ростом количества заболевших является еще и потолок цен которые как решение от стран большой семерки я думаю что уже фактически можно сказать согласованно можно сказать что уже согласован официально это решение должно вступить в силу 5 декабря ну давай по порядку тогда демонстрация экрана момента так индекс доллара как раз у меня сейчас открыт котировки 105 82 это четырех часовой таймфрейм на вот этой текущей свечке видно что сопротивляются покупатели но будет им крайне трудно что-либо сделать сейчас потому что все таки праздничный выходной день в сша день благодарения соответственно низкая ликвидность не интенсивные торги и каких-либо значимых релизов мы сегодня уже не ждем я сторонник того что индекс американской валюты вот на мой взгляд уже достиг своих минимальных уровней которые вообще могут достичь еще вот после выхода данных по инфляции как раз вот значение где-то 105 пунктов как раз минимум был в районе 105 пунктов в часе две недели назад очень рассчитываю на то что все таки существенно ниже или даже к этому уровню мы уже не вернемся потому что как ни крути но фундаментальный фон он по-прежнему остается на стороне покупателей доллара а ведь у нас и конкретная позиция американского регулятора которая предполагает постепенное повышение процентной ставки у нас куча заявлений представителей американского регулятора я имею ввиду вот из последних что помню буквально прошлой торговой сессии это заявление главы фрб климлинда ларета мейстер и заявление главы фрб сан франциско мэри деле они подтверждают что ставка будет расти дальше то есть мы рассчитываем на то что декабре ее повысит ну не на 75 байсных пунктов а на 50 байсных пунктов но это как ни крути все равно повышение процентной ставки условия которые должны создавать и дальше основы для усиления позиции американской валюты блок статистики кстати который вышел вчера я считаю что если анализировать например промсектор и сферу услуг нужно смотреть не на индексы пимая на отчет а из м которые более объективные его вчера не было но были вчера заказан товары длительного пользования статистика хороший рост на 1 процента против по-моему прогнозы на уровне на целых три десятых процента был также и индекс потребительских настроений мичиганского университета тоже хорошие цифры и даже эти данные доллар проигнорировал мне кажется происходящее сейчас это немножечко вот что ненормальное рынок пребывает каком-то тотальном позитиве развивает оптимизм причем оснований как таковых для этого оптимизма нет у меня долгосрочное представление о том что доллар будет какой-то период времени консолидироваться около текущих значений но я не отказываюсь от единых позиций и буду держать их денис ровно до заседания американского регулятора в декабре и до тех пор пока фрс не даст конкретный сигнал установку на то что он готов замедлить темпы повышения процентной ставки это вряд ли произойдет ближайшее время европейская валюта я честно говоря уже какой-то период времени евро как таковым инструментом не торгую опять же очень сильно меня подкосило опять же вот этот начавшийся тренда после данных по инфляции по сути две недели назад в сша и с тех пор я сфокусировался на нескольких финансовых активов и евро не а вы в числе сейчас котировки по паре евро доллара 104 но я конечно же оцениваю фундаментальных он смотрю на происходящее и хочу отметить что в целом если опираться на фундаментальный фон евро конечно же должен развернуться потому что комментарии европейского центрального банка о том что в декабре они повысит ставку максимум только на 50 базисных пунктов то есть контраст между политиками и цб фрс он станет еще более разительным вчера блок данных по активности производственного сектора сферы услуг германии еврозоны значение чуть чуть лучше чем были в октябре ноябрьские цифры но они все равно находятся в зоне стагнации которые указывают на то что сектора остаются в таком состоянии тотального упадка что приближает вот эту рецессию неизбежно опять же по итогам вот конца 2022 года я думаю что он евро как и в ситуации вот с индексом американского доллара вот 105 пунктов мне кажется это прямо предел текущего обвала соответственно по паре евро доллар выше наверное уровня 105 но должно произойти прям что-то совсем попьюще чтобы евро влетел выше данных значений последний прогноз а кстати от джипи морган они ждут 090 по евро доллару во первом квартале 2023 года но первая их цель это 095 я полностью разделяю что евро останется под давлением поэтому кому интересно на средний срок где-то в диапазоне вот 0405 можете смело открывать короткие позиции ждать дальнейшие снижения ну и рынок нефти еще один актив который сейчас кошмарит всех трейдеров своей волатильностью рынок нефти похож на какой-то альткоин знаешь ходить по 10 процентов вверх вниз за одну торговую сессию конечно же перебор вот четырехчасовой таймфрейм я думаю друзья вы все прекрасно видите здесь разница между двумя линиями 82 по сути доллара и 90 как раз 10 процентов и не впитает вверх вниз в рамках этого коридора по поводу новостей которых я сказал что странные большой семерки готовы ввести предельный уровень цен на поставляемые российские углеводороды и нефти вроде как обсуждают 60 долларов за бар лет параметры будут обсуждать пересматривать раз в квартал то есть реже чем думали раньше как отреагирует россия были комментарии о том что россия не будет поставлять нефть себе в убыток не будет поставлять нефть страны которые поддерживают собственно эту инициативу но проблема в том что те страны которые даже и продолжат закупать российскую нефть они сейчас подумают стоит ли это делать им потому что опасаются вторичных санкций со стороны сша и ярким примером является китай который на данный момент времени уже приостановил закупки российской нефти пытаясь последить за реакцией россии но я думаю что китай хочет получить еще более большую скидку от российских поставщиков ну и возможно он ее получит я думаю что в конечном счете вот это эмбарго сокращения поставок предельные уровни цен они приведут к сокращению предложения нефти что по идее позитивный фактор для котировок нефти но этим позитивом покупатели не смогут воспользоваться ровно до тех пор пока рынок еще кошмарит новости из-за китая по поводу к вида поэтому моя рекомендация на данном этапе все-таки не лезть нефтянку из-за гиперволатильности и неоднозначного новостного фона попробовать все-таки сфокусироваться на каких-то отдельных инструментов вот например как я это сделал по индексу американской валюты и не слово тебе так хорошо слово взялся секунду демонстрацию сделаю и так значит касательно прослушал мотивации твои мнения особенно вот по евро с индексом доллара единственное во первых я согласен касательно его разворота вниз и потенциала того что в принципе у нас по движению вниз вопрос еще не закрыт то есть многие сейчас немножко по моему подзабыли в сторону основной тренд и что проблемы они особенно инфляционного характера они собственно никуда не делись о чем ты как раз и говорил поэтому тот позитив который сейчас царит на рынках здесь вот что меня больше всего в нем смущает если посмотреть вот на объемы которые сейчас проторговаться по евро последние примерно скажем две недели то они настолько на мизере находится они настолько мелкие настолько незначительные даже вчера вот в момент когда пытались проталкиваться вверх появился вот достаточно крупный объем проторгованный по биду то есть при росте в объемы победу это рыночные продажи при этом смогли протокнуться цену выше то есть это частично фиксации это означает что частично покупатели уже начинают выходить я вот вижу всего два варианта с абсолютно одинаковым конечным результатом первый вариант это то что цена достигнет ближайшей зоны она в районе 1 0 4 80 1 0 5 30 откуда эта зона это диапазон созданный с помощью опционного спреда то есть это очень сильная зона опционного спреда которая является для хеджеров вот прям максимально сильной и с нее как раз вероятность отскока очень высока на всякий случай на всякий я еще учел верхний диапазон это так называемая верхняя граница рынка здесь страйк вообще находится по вещам на уровне 107 у нас 106 50 107 в этом диапазоне очень сильная проторговка очень сильно накопление с точки зрения опционов поэтому если вдруг туда дойдут хотя я не очень понимаю на чем если честно туда будут идти потому что топлива как как такового особо и особо и нету для такого сильного роста но тем не менее если вдруг отойдут то запомните диапазона 106 50 вплоть до 107 это очень сильно область сопротивления лимитами конечно я не советую сейчас торговать потому что реально рынок немножко дурной что ли можно так это назвать не вот и поэтому предприятие условиях лучше все таки дождаться подтверждение то есть хотя бы виде дополнительного вливания у точного объема то есть наподобие того который был вчера проторговали его но результата в виде падения никакого не дали так что общем ждем как минимум первой зонки на крайняк уже у второй конечный результат с промежуточной целью в районе паритета и также уровня 101 то есть это очень сильный диапазон который себя как раз здесь может запросто проявить так касательно индекса доллара значит прошлый раз как раз того разбирали индекс бакса и цена прям очень красиво протестировала вот эту область поддержки это зон зона даже не покупатели скорее как зона локальной поддержки которая сформирована с помощью уровней вращения то есть от некий диапазон который цена видела с обеих сторон очень часто такие диапазоны они будут чуть сильнее обычного и здесь я не вижу тоже на чем прям сильно падать здесь и расширенный канал и цена его даже прекрасно видел но может быть попытается там прошлый минимум чуть переписать хотя хотя кульминация была реально сильно сделал и в целом я все равно оцениваю вот такое вот такой дальнейший рост отскочили фактически по индексу доллара но особо ни на чем то есть здесь была небольшая зона продавцов но она ничем не сопрягалась то есть это я бы сказал как внутренний такой локальный оскок на ретест области кульминации все то есть по-другому я не вижу этот сценарий честно снижение с текущих какое-то сильно но я тоже здесь не поэтому может быть в этой области зоны там попытается чуть ниже как пройти но в целом этот диапазон 104 50 105 50 он по-прежнему актуален он по-прежнему сильный именно от него ожидаю сколько где-то примерно в область 109 50 110 то есть это наиболее вероятный сценарий который сейчас следовательно это потянет как раз за собой евро вниз но единственно что скорее всего просто перехать потому что здесь бы в идеале по евро зацепить еще дополнительную ликвидность который как раз и будут располагаться чуть выше локального максимума а он у нас где-то в области 104 75 примерно в тех краях 480 в идеале небольшой ложный перехай и двинуть вниз собственно по индексу доллара точно так же это совпадает но гораздо интереснее ситуация по нефти я в том что нефтянка уже говорил по поводу потолка цен да но по последним мечтал сегодня буквально пару часов назад о том что так пока что и не договорились то есть какой все таки ли потолок цен вести что будет там для некоторых стран 70 долларов еще подойдет ниже там у них промышленность не очень будет хорошо исчезли некоторых 65 ну в общем консенсусу к кому-то пока еще не пришли но здесь вот с точки зрения объемов меня очень сильно смущает одна вещь значит если взять стратегически то именно в стратегическом плане мы подошли то есть на очень сильную поддержку поддержку это мы все видим она находится в районе как раз 76 30 примерно ее ложно тестировали да то есть был небольшой ложный пробой еще 21 числа то есть в понедельник здесь все логично все понятно дальше сделали техническую коррекцию вверх и ретес вниз я сравнивал объемы текущие с объемами прошлого фьючерсного контракта получилось так что тот объем который вот сейчас в январском контракте был именно вот свечи выносной свечи кульминационной на двести двадцать три с половиной тысячи лонов это очень очень крупный объем который ну примерно раза в два два с половиной больше чем наибольший объем прошлого декабрь ского контракта и вот эту железная просто досмотрю что кульминация реально сильный поэтому сейчас делают локальную проторговку верхние границы находится на уровне 78 нам для того чтобы были хорошие покупки нужно чтобы цена полноценно протолкнулась и закрепилась вот особенно 4 часовой график выше уровня 78 и тогда уже в дальнейшем будет открыт путь к росту в район 82 и 80 особенно 85 я выставляю вот именно 85 это как ключевой ключевой уровень и плюс ко всему я еще тоже читал мнение различных аналитиков по поводу ведения потолка цен что это может спровоцировать что если россия откажется например поставлять странам помимо большой семерки еще и плюс остальных немножко подрежет в плане поставок своей нефти то это может как раз подорвать количество предложений предложение уменьшится но при прежнем спросе получим естественно рост котировок вот поэтому сейчас такая немножко двояга сет вас потому что таких прецедентов в истории принципе не было были отдельно эмбарго там на венесуэльскую нефть или на иранскую нефть но так чтобы лимит потолка цен такого честно я не помню может конечно и было пожалуй больше по твоей части но я такого не помню поэтому считаю что мы живем в каком-то действительно исторической эпохи беспрецедентной практически с экономической нравственной в принципе наверное любой точки зрения поэтому моё такое мнение что лучше дождаться все-таки не спешить дождаться по нефти нормального перекрытия вверх уровня 78 это сейчас я говорю про нефть марки в этой вот по бренду там немножко на дороже понятно абсолютно где-то на 5 процентов и затем уже только можно будет рассматривать но потому что объем сейчас вливают сегодня день благодарения поэтому естественно крупных объемов у нас не будет особо не жду и в общем ждем перекрытия не дадут лучше оставаться в стороне потому что могут сделать ложное обновление минимума а потом все равно стартануть спасибо день и за точку зрения за идеи остается только следить заметься вернемся к ним во время нашего с тобой следующего обзора посмотрим где-то мы чтобы сегодня напомню день благодарения в сша я думаю что сессии будут низко ликвидных вплоть до понедельника потому что вряд ли кто-то будет возвращаться на пол торговой сессии пятницу ждем ну с одной стороны да движение вряд ли будут серьезные а ну а с другой стороны на низкой ликвидности даже какой-то маломайской новости может быть достаточно чтобы все раскачать прилично сделки друзья вам как бы озвучены точнее тенденции направления и общий новостной фон который крайне однозначный ну такое бывает такие периоды нужно просто пережидать и искать более перспективные точки входа по разным финансовым активам и не спасибо тебе еще раз хорошего тебе закрытия недели хороших выходных и до скорых встреч тогда хорошие хорошие выходных и нашим подписчикам хочу посоветовать не спешить со сделками особенно сейчас потому что рынок немножко да своеобразный присоединяюсь всем спасибо пока пока а